Сегодня в Тверской области прошел фестиваль «Народная рыбалка». В этом соревновании победил тот, кто поймал самую большую рыбу. И он получил первый приз — автомобиль. Но для многих важны не призы, а участие. Тысячи человек приехали на фестиваль, и все они говорили о своем улове, только в превосходной степени сказывается закалка настоящих рыбаков. И что стало главным для качественной рыбалки, узнал наш корреспондент Иван Прозоров. Хочешь поймать рыбу — выглядеть как рыба. И думай, как рыба. Наверное, поэтому многие и пытались слиться с природой. На льду встречались даже драконы. Впрочем, для бывалых рыбаков имидж — ничто. Главное — потеплее. Внимание! Марш! Согревались участники фестиваля исключительно бурением. Бывалые рыбаки с простыми снастями, офисные работники, крупные бизнесмены. Больше трех тысяч человек уравнял лед Иванковского водохранилища. Потом несколько часов в режиме ожидания. Кому-то не помогала ни прикормка, ни мормышки, а кто-то практически голыми руками бил рекорды. Ну вот, клюет. Брюнетки и блондинки в голос повторяли историю. В первый раз на рыбалку вытащил муж. Затянуло. Вот она клюнула. И вот ее вытащил, и все. И слезы счастья. Эмоции через край и у самых ответственных рыбаков. Всех малышей. Организаторы сразу назвали победителями. Хотя бы потому, что оторвались от компьютеров и планшетов. А что самое главное в рыбалке? Тишина. Потому что если рыба будет слышать, то слышит нас, то она не будет подплывать совсем. Фестиваль «Народная рыбалка». Праздник для всех, где на берегу гуляния с русским размахом. У меня парень. Тут это где-то ловит. Секрет идеальных блинов – это хорошая форма. Я хотела сердечко, но она получилась кругленькая. Нужно вырезать сердечко. Также с любовью готовили наваристую уху. 300 литров на костре. Мы закладываем рыбу. Карельскую форель и судака волжского, который был здесь и пойман. Лук, картофель и любовь. Любовь к рыбе и к нашей матушке Волге. Правда, такие объемы не наловишь удочкой. Место хоть и казалось рыбным, многим потом пришлось вздыхать. Главное – процесс. Организаторы обещали, клев будет такой, что участники забудут обо всем. И Ваньковское водохранилище славится своими рыбными запасами. Но то ли сильный ветер, то ли шумные народные гуляния вынудили большую рыбу залечь на дно. Поэтому из тысяч участников, которые приехали сюда со всей России, улов достался только самым опытным и удачливым. Но главным результатом организаторы называют то, что меняются особенности национальной рыбалки. Уже 21 век, уже люди перестроились с той рыбалкой, которую мы помним. То сейчас люди уже на рыбалку идут просто отдыхать с семьями, с детьми. Посмотрите, сколько детей. Сколько детей с удочками на льду. Это все еще лучше может быть. А лучше только воспоминания, чтобы потом в кругу друзей рассказывать, какая она была. Рыба твоей мечты. Ну вот где-то так. Плечь. Да. Примерно где-то вот такого размера. Вот такую. Вот такую. Иван Прозоров, Юрий Шолмов, Гурам Розилов, Ирина Чичуй. Первый канал. Конакова. Тверская область.